Добрый день! Компания IEMZAP. Продолжаем короткий обзор контрафактных запчастей в нашей стране. Недавно человек к нам обратился по покупке цепей. Я сказал, где нам взял. Мы там же приобрели ее, не будем давать им бесплатную рекламу в цепь. Это у нас от Грандстаркса. Средняя цепь. Вот она так выглядит, как определить с четырьмя метками. Кто работает, тот знает. Четыре метки. Соответственно, четыре метки на средней цепи там выставляются. Что было? Его смутило. Он купил эту цепь и не знаю, с чем его двигал. Ему не понравилось, как она исполнена. Он приехал к нам, обратился и вот мы взяли оригинальную тоже цепь, достали, с ним посмотрели. В итоге он купил нашу. Не то, что мы у нас рекламируем, но сейчас с вами быстренько пробежимся по этому довольно-таки простому, но довольно-таки ответственному элементу, потому что все знают, что если рвется цепь ГРМ, то ничего хорошего не жди. Будет довольно-таки дорогостоящий ремонт. Поэтому, прежде всего, что? Коробка. Ну, понятно, сейчас коробочки можно купить и напечатать. Вообще проблем нет, особенно если у тебя целый склад левых цепей, то уж можно потратиться, наверное, на бумагу. Вот так у нас она выглядит. Понятно, что здесь Hyundai, здесь все-таки тоже Hyundai NoMobis. Не об этом речь. Доставите вы цепи из коробки. Это вот с неоригинала, под видом оригинала, и вот оригинальницы, что сразу вам бросается в глаза. Вроде все чинно-благородно исполнено. Пакетик желтый и там, и там. Все-таки среди людей, делающих левак, нет дальтоников. Но, смотрите, первое, что видите, цепи все-таки запаян. Видите, пакетик. Даже здесь вот уже вот он расходится. Значит, то ли пропаечный аппарат у них не работал, там в Hyundai, то ли просто забыли, что вроде бы. Видите, он как здесь сделан. Сделан из цельного куска. Вот он, видите, по яйцу по краям и отрезает. Опять же, голограммка есть на оригинальной цепи. Ну, тоже не факт. Голограмм можно сейчас налепить кучу. Но будем надеяться, что все-таки у нас оригинальная. Давайте с вами сейчас скроем цепь, подержим ее в руках. Начальство дало добро. Могу кому-нибудь потом контрафактную, если оставить хороший отзыв, подарить. Можете себе поставить на халяву. Смотрите, достаем. Ну, что сказать, да ультки. Неплохая, отличная цепь по ощущениям. Тактильная, как они называются. И достаем другую. Что же в первую очередь смутило? Достав неоригинальную цепь, вот если даже потрогать, вы не почувствуете никакой смазки. Она сухая. Она ничем не смазана, просто лежит кусок железа. И вот она, эта цепочка. Вот видите, смотрите, провожу, и остаются масляные следы вот на руках. Вот, потому что она все-таки пребывает в какой-никакой смазке. Что интересно, длина одинаковая, знаешь, нас ничего не будет смущать. В первую очередь на всех оригинальных цепях, и у нас такие уже есть, это просто не первый раз. Смотрите на зрениях. Если вы посмотрите, то видите, вот на оригинальной, видите, через длину, вот они, видите, идут метки. Вот идут вот по всему, по всей длине цепи. Вот они меточки. Тут обозначение, я так понимаю, фирмы. А здесь, это же просто, вот она, голая цепь, без наименования, без обозначения, без ничего. Ну, цепь, цепь. В принципе, вот даже видите, как состыковано, вот посмотрите, видите, где масло, вот дырочки, и как же пластинки сходятся. Вот на оригинальные, неоригинальные. На оригинальные, видите, зажаты прям близко, а на неоригинальные, видите, есть зазоры. Уж не знаю, повлияет это на факты. Вот я натягиваю пальцами, неоригинал уже пролисает чуть-чуть. Плюс, что еще смутило человека. Смотрите, форма заклепок, как расклепаны эти заклепочки. Видите, здесь они от центра к краям. Здесь просто рублены, вот с края, видите, как бы развалили. Как это будет ходить, не ходить, не знаю, больше особо таких, конечно, отличий вы не найдете, но вряд ли на Мобисе вдруг по один день выключили свет, и они решили в соседнем цеху у друзей сделать эти цепи, типа переклепать и получить. Поэтому, что можно сказать? Видите, даже вот длина-то немножко не совпадает, эта звена сильнее прогнута, то бишь, длина есть, я как и говорил, она провисает неоригинальная. Как это исполнено, как это будет ходить, непонятно. Поэтому человек не рискнул, купил все-таки цепей. Не скажу, что мы такие прям классные, просто у них было в руках три цепи, кто пользуется автомобилем Grand Starks, на котором D4CB, есть верхняя, средняя и есть нижняя. И вот, он купил в разных местах, и верхняя и нижняя цепь оказались в метках, все достойно. А средняя цепь его смутила, потому что она, как видите, существенно отличается и от наших, и от тех, что у него были в руках. Поэтому он решил не рисковать и приобрел оригинальный. Ценовая политика контрафактной цепи составила 1400 рублей, в то время как, в принципе, все, кто занимается этими запчастями, знают, что цена оригинальной. Цепи эвалидируют где-то от 2000 до 2500, можно найти у разных поставщиков. Ну, проверьте, когда будете брать. Дешево не всегда хорошо. Если у вас, народ, остались какие-то вопросы, вот такой обзорчик, кратенький, быстренький, то задавайте его в комментариях, подписывайтесь на наш канал, узнавайте больше о ремонте корейского автопрома, о контрафактных запчастях, присылайте, поможем, подскажем. Всем удачи!